Продолжение следует... Приставка – это значимая часть слова «морфема», которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Так от глагола «играть» можно образовать новые слова с помощью различных приставок. «Заиграть», «проиграть», «выиграть». Суффикс – это морфема, значимая часть слова, которая стоит после корня и также служит для образования новых слов. Так от слова «холод» можно образовать несколько новых слов с помощью различных суффиксов. «Холодный», «холодок», «холодище». Окончание. Окончание – это изменяемая часть слова, которая показывает, в какой форме находится данное слово. Так глагол «читает» имеет окончание «ед», которое показывает нам, что глагол находится в форме третьего лица единственного числа. А окончание «ют» у этого же глагола говорит нам о том, что этот глагол находится в форме третьего лица, но уже множественного числа. У некоторых слов в различных формах бывают нулевые окончания, то есть окончания, не выраженные звуком или буквой на письме, как у слова «дом» в форме именительного падежа единственного числа. Стоит изменить форму, например, поставить слово «дом» во множественное число «дома», как окончание у нас появляется. Мы его видим. Помните также о том, что нет окончания у неизменяемых слов. Это наречия «бежал быстро» или несклоняемые существительные «поеду на метро». Следующая наша тема – это существительные, одушевленные и неодушевленные. Одушевленные и существительные отвечают на вопрос «кто?» и обозначают предметы живой природы. Человек, актер, муха. Существительные и неодушевленные обозначают предметы неживой природы. Отвечают на вопрос «что?» – город, смех, радуга. Иногда определить, одушевленные, существительные или неодушевленные, нам с вами поможет его грамматическая форма, а именно форма винительного падежа. У одушевленных существительных форма винительного падежа, множественного числа, совпадает с формой родительного падежа, множественного числа. У неодушевленных форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа, также во множественном числе. Давайте разберем это на примерах. Возьмем существительное кукла, поставим его в форму именительного падежа множественного числа – куклы. В родительном падеже нет кукол, в винительном падеже вижу кукол. Получается, что форма винительного падежа у нас совпадает с формой родительного падежа, а значит, существительная кукла – одушевленная. Возьмем существительное дерево. Именительный падеж – множественное число деревья Родительный падеж – нет деревьев Винительный – вижу деревья Получается, что форма винительного падежа совпадает с формой именительного падежа И значит, слово «дерево» – это существительное, неодушевленное Следующая наша тема – это род сложных существительных Которые пишутся через дефис Род таких сложных существительных зависит от той части слова, которая является основной по смыслу Перед нами сложное существительное – платье-костюм Оно пишется через дефис Мы видим, что это существительное среднего рода Так как главным словом здесь является слово «платье» Поэтому правильно будет сказать «платье какое любимое» Но у этого правила много исключений Вот одно из этих исключений перед вами Название газеты – роман-газета Главным словом является слово «газета» Поэтому это название – это существительное женского рода И правильно нужно будет сказать «свежая» Роман-газета Род аббревиатур, то есть сложно сокращенных слов Обычно определяется по опорному слову в расшифровке аббревиатуры Или же по родовому слову Посмотрите, «ни» – это научно-исследовательский институт Существительное мужского рода Потому что главным в этом словосочетании является слово «институт» А оно мужского рода Поэтому правильно будет сказать «ни» – «разработал проект» Мы употребим глагол с вами в форме прошедшего времени Мужского рода единственного числа Но опять же, и из этого правила тоже есть много исключений Посмотрите, правильно говорить «престижный вуз» Вуз – существительное мужского рода Хотя расшифровка нам дает здесь Главное слово «заведение» Заведение – это средний род Или другой пример «МИД» подготовил заявление «МИД» – существительное мужского рода Глагол в прошедшем времени употребляется в форме мужского рода Хотя при расшифровке мы видим, что «МИД» – это министерство иностранных дел Главное слово здесь «министерство» Это существительное среднего рода Род сложносокращенных слов и род сложных существительных Эта тема достаточно трудная Поэтому не стесняйтесь обращаться к справочной литературе